Добрый день, дорогие друзья. Я профессор Владимир Александрович Захаров. Я хотел бы сегодня рассказать, изготовить такую тему, которая посвящена тюркской проблеме. Тюркской проблеме и советской власти. Я нашел разговор, запись разговора Сталина с генералом Лавровым. Это не нынешний министр основных дел России, а генерал, который был тогда, в 30-е годы, он занимался, руководил разведкой, которая была наша советская разведка в Турции. И он докладывал Сталину. Такой-то журнал опубликовал статью и карту создания Великого Турана. И Великий Туран, граница проходит по территории Турции, Ирана, часть Ирака, и потом Ирана, захватывает Грузию, Армению, Азербайджан, поднимается по Волге до Казани. То есть, вы понимаете, что будет отторгнута часть Советского Союза. И Сталину это, конечно, не понравилось. И он очень внимательно стал следить за тюркскими народами. И на границе с Советским Союзом турки поставили полумиллионную армию. Они легко перейдут к границу, мы не сможем их удержать. И, естественно, они тут же пойдут к своим тюркским народам. А тюркские народы здесь рядом, на Северном Кавказе, от границы недалеко. Это карачаевцы, балкарцы, нагайцы и так далее. Естественно, карачаевцы и балкарцы, они должны быть убраны уже тогда, подальше, чтобы турки с ними не встретились. И уже тогда появились идеи, идеи выселения народа. 2 ноября 1944 года были высланы карачаевцы. И уже 8 марта 1944 года были высланы балкарцы. Так что вот эти все выселения, они были заранее продуманы и подготовлены. Но тут происходит следующее. Народа нет. Значит, не должно быть и его истории. И вообще это пришлый народ. Карачаевцы и балкарцы здесь никогда не жили. Это все пришлые недавно появились. Тут вот в 18 веке, ну, может, в 17 веке. И нашлись специалисты, которые все это помогли Иосифу Виссарионовичу выполнить, исполнить его желания. Так появилась идея о ираноязычии нынешних осетин. О том, что ираноязычными были и древние потомки осетин. Скифы, Сарматы и Аланы. Хотя, вы знаете, удивительно, но те воспоминания, которые существуют, современников, древние авторы, средневековые авторы. То есть это вещи, которые, записи были сделаны еще что-то до нашей эры, что-то в первые века нашей эры. Они почему-то странным образом указывают, что вот эти народы, да, Скифы, Сарматы, Аланы, они говорили на другом языке, не на персидском. Вовсе. Это одна сторона. Вторая сторона, они были и жили среди тюркских народов. То есть ясно, что они жили среди всех народов, с кем могли общаться. Они не жили с теми, с кем нужно было иметь переводчиков, или как тогда их называли, толмачами, да. И поэтому они жили среди своих же народов, да, которые носили другие названия. И вот сейчас, когда начали говорить о печенежском языке, о том, что печенежский язык – один из древнейших тюркских народов, тюркских языков, вот, и что они имели письменность, то вот что удивительно. Да, фрагменты письменности находят там где-то, в Средней Азии, да. Но основные фрагменты письменности, да, которые сделаны на камнях, они, оказывается, находятся здесь рядом, в Карачаево-Черкесии. Вот на Хумаринском городище, знаменитое городище, о котором все вы знаете, на тех блоках каменных, которые там стали разбирать, да, стали находиться в какие-то вот черты и резы, как говорится, да. Лунический алфавит, зная обозначение букв, они легко читаются, именно переводятся с тюркского языка, ну, с карачаевского. В вашем родном языке, в древнейшем языке, который сохранился с древнейших пор, сохранились элементы печенежского языка. Это очень важно. Займитесь, вы специалисты, займитесь, пожалуйста, и вы выясните, вы можете составить целый словарь печенежских слов. И Байчоров очень много нашел таких надписей, и не только на Хумаре, да, и в других местах. И вот тут мы легко переходим к теме, которая называется «Аланская проблема». Да, она очень политизирована оказалась последние 70 с лишним лет. Очень политизирована. Во-первых, я уже сказал, еще раз повторю, что было распоряжение Сталина. Нет народа, нет его истории. И все эти люди, которые населяли здешние места, это все пришлые элементы, которые никакого отношения не имеют. Вопрос и об истории Алан, его надо пересмотреть. Вы знаете, многие занимают такую позицию, ну, уже об этом сказано, и надо вот материалы, которые мы нашли, вот в археологические, там другие, вот они надо под это подогнать, понимаете, чтобы меня мои коллеги не называли белой гороной, чтобы они не ругались на меня. Сейчас вышла книжка о скирском языке. Оказывается, он никакого отношения не имеет к персидскому языку, или, как сейчас говорят, называют его, ираноязычному, да? Понимаете, когда составили слова скирских слов, то взяли за основу имена царей. Ну, вот что странно, почему это, переводя это имя по-осетински, у этого бедного царя получается имя жена-убийца, зубы лучше долото, стрижены, понимаете? Не могли же родители дать своему, только что родившемуся, жена-убийца имя, то есть, что он, зная, что он убьет жену свою, да? Вот такие вот глупости, они, вы знаете, можно встретить в разных работах. Острый вопрос, который не находит никак консенсуса, помимо академической науки. Это на каких языках говорили скифы? Вот есть один уважаемый человек, это, значит... Господи, ладно, я вспомню и скажу, это просто в ходе разговора, как-то я выскочил из этого образа. И вот, значит, он Василий Иванович, его имя и фамилия, а фамилию я сейчас скажу. Так вот, значит, он признан авторитет в языках скифов. И он еще давно определил, что скифы говорили на языках иранских, то есть, индоевропейские языки, причем все скифы. Уже, конечно, это настораживание, что скифы они ходили, эмигрировали между Алтаем и Днестром, по всему Причерноморью, в Средней Азии, вот чтобы они все говорили как непременно иранским, это так стороновато. Но, тем не менее, вот такая теория есть, она полностью доминирует в науке академической, и с этим теоретские специалисты крайне не согласны. Да, естественно, вспомнил, это Абаев Василий Иванович, кстати, умер не так давно в возрасте 100 лет, и он вот эту концепцию держал крепко, и наука академическая с ним не спорила, она была поддержана полностью правительством политическим Советского Союза, и более того, наказывали тех тюркологов, которые, как говорит сформулировка, пытались удревнить тюркские языки. Были репрессии, в самом прямом смысле этого слова, и поэтому тюрки помнят эти времена, и, конечно, это их расстраивает. Часть скифов говорила определенно на языках иранских, или индоиранских, хотя таких данных почти нет, это на пальцах можно перечитать. Скажем, одни таких желаемых целей по изучению скифов – это Аланы. А там у Аланов есть порядка 8-9 слов известных, аланских, и вот по ним делается вывод, и то все слова спорные. Поэтому там база, конечно, доказательная у того, что говорили древние скифы, говорили на языках непременно индоиранским, это, конечно, не так. А вот, скажем, Карачаево-Балкарцам, Прохун-Кауду, что это потомки скифов. У них общий предок жил к расписке времена, а они говорят, карачаевцы и балкарцы, обычно заговорят Карачаево-Балкарцы одним термином, они говорят на языках тюркских. Откуда у них попали тюркские языки к ним? А понятно, что от скифов. Скорее всего, поскольку они считаются потомками Аланов, и это на самом деле очень вероятно, то там похоже, что Аланов говорили на языках тюркской группы. Как только мы берем скифов, у них общий предок жил, но 1600 лет назад, 2000 лет назад, 2200 лет назад, гораздо более поздние времена. И вот они-то, как раз говорят многие, и на языках тюркской группы. Скифы вообще считают начало VII век до н.э. А многие потомки скифов живут уже на грани старой новой эры, а многие в начале н.э. То здесь, получается, скифы говорили, скорее всего, и на тюркских языках, и на иранских языках. Так вот, признание лингвистами этого факта, я бы сказал, это будет огромный подарок тюркам, тюркологам, для которых давно это знают и понимают, но не могут не публиковаться, могут максимум выступить на конференции, и тут же начинаются споры, шум, и их начинают, так сказать, вот топтать сторонники академической науки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА